В платежке за ЖКУ в октябре появится новая строка. Услуга – вывоз твердых коммунальных отходов. Впредь платить за отходы жильцы будут, исходя из количества прописанных людей, а не с квадратного метра, как это происходит сейчас. Кто от такого изменения останется в плюсе и как власти организуют переход на новую систему в области обращения с отходами, в следующем материале. День Х, 1 октября. Именно с этого дня жители Чувашии будут платить за мусор с прописанного лица, а не с квадратного метра. Тариф по всей республике единый – 74 рубля 44 копейки в месяц. Нехитрая математика. Один человек, живущий в однушке, останется в плюсе. А вот семье из четырех человек на такой же площади придется доплачивать. При этом льготы для определенных групп остаются. Ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ федеральным льготникам. Это инвалиды войны, участники войны, члены их семей, награжденные знаком блокадного Ленинграда, жители блокадного Ленинграда, инвалиды из семей, семьи, имеющие детей инвалидов, также пострадавшие от радиации, и члены семей погибших военнослужащих. Они на сегодняшний день, им компенсируются расходы по оплате ЖКУ в размере 50%. Стоит посмотреть на остальные регионы России. Тариф в Чувашии один из самых низких. Так, например, в Курской области установили плату с человека 131 рубль. В каждом регионе свои цифры, которые действуют на всей территории субъекта, вне зависимости от отдаленности населенного пункта, от полигона, куда везут отходы. Минприрода в Чувашии с привлечением федеральных следствий планирует в 2018 году строительство мусороперегруженной станции в городе Канаши до 50.000. В 2019 году строительство МПС в Шомерлинском районе и в 2020 году строительство поселки Мурнава-Мурнавского района. Пока на территории Чувашии 11 полигонов для сбора мусора. Живое обсуждение по этому поводу возникло накануне в администрации Калининского района, где собрались представители власти и руководители и работники управляющих компаний, городов и районов республики. Но вы не учли дальние районы, допустим Ярлинский район, Шумушинский. Вы не учли движение, какое мы делаем, круг, когда мы собираем. Мы являемся тоже в Ярлинском районе единственным, которым мы имеем мусоровоз. Мы возим такого, как вы все знаете, в город Шумерлинский район. У нас колено получается 60 км туда, 60 км обратно. А платить по два раза в день. Единый тариф – это требование нового законодательства. Также по закону выбрали единого регионального оператора – компанию «Экоцентр». Она будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твердых коммунальных отходов по Чувашии. С ней должны заключить договоры все управляющие компании, товарищества собственников жилья и отдельные собственники. Я обращаюсь к вам. Наша с вами задача вместе с управляющими компаниями ССЖ – актуализировать список жильцов, список собственников неживых помещений и помочь нам в сборе денежных средств. Денежных средств не для нас, а для перевозчиков и для полигонов, которые сегодня будут это принимать и вывозить. Уведомить собственников об изменениях управляющей компании должны не позднее, чем за 10 дней до перехода на новую систему. Поэтому информацию о новых правилах можно будет увидеть на оборотной стороне платежек за август и сентябрь. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Бахтияр Велиев, Республика.